Здравствуйте всем! Итак, позвольте вас всех поприветствовать. Для меня это немножечко волнительно, потому что это мой дебют. Но я надеюсь, что все пройдет хорошо, вам будет интересно. Итак, существуют различные классификации нейроэндокринных неоплазий желудочно-кишечного тракта в зависимости от классификационного критерия. Итак, есть классификация 1963 года Вильямса и Сандлера по эмбриогенезу. В соответствии с теми участками первичной кишки, которые формируются во время эмбрионального развития, выделяют три группы нейроэндокринных образований. Соответственно, передние кишки, средние кишки и задние кишки, из которых впоследствии образуются те или иные органы. Но мы, конечно же, в своей работе опираемся на гистологическую классификацию. В прошлом году вышла последняя обновленная классификация опухолей желудочно-кишечного тракта Всемирной организации здравоохранения, которая подразделяет нейроэндокринные неоплазии на две большие группы. На высокодифференцированные, это нейроэндокринные опухоли, и низкодифференцированные, к которым относятся нейроэндокринные карциномы. Из вот этой последней классификации ВОЗ взята эта таблица. Обратите внимание на две последние колонки. Именно по методической активности и по индексу К67 все нейроэндокринные неоплазии градируются и классифицируются. Соответственно, нейроэндокринные опухоли G1 имеют низкую методическую активность, менее двух методов на 2 квадратных миллиметра опухоли или на 10 полей зрения и имеют низкий индекс К67, менее 3%. Нейроэндокринные опухоли G2, методический индекс их от 2 до 20 и индекс К67 до 20%. А вот дальше начинается самое интересное. Потому что у нейроэндокринных опухолей G3 и у нейроэндокринных карцином, и мелкоклеточных, и крупноклеточных, методические индексы и индекс К67, в общем, значения приведены одинаковые. Поэтому, помимо вот этих параметров, конечно же, большое значение имеет в первую очередь морфология. У нейроэндокринных опухолей G3 все-таки более выраженная структура образования по сравнению с нейроэндокринными карциномами. Они в большей степени формируют какие-то паттерны, такие как гнездный, трабикулярный, железистоподобные структуры, розеткоподобные. У них, как правило, нету зон некроза, в отличие от нейроэндокринных карцином. И несмотря на то, что вот в таблице приведена цифра К67 более 20%, все-таки у нейроэндокринных карцином индекс К67, как правило, 50% и более. Еще есть очень интересная нозологическая единица, тоже в этой таблице приведена, последней строкой. Смешанная нейроэндокринная и ненейроэндокринная неоплазия в английской аббревиатуре МИНЕН. Ранее такие смешанные опухоли назывались аденонейроэндокринными карциномами, сокращенно МОНЭК. Но дело в том, что это не совсем корректный термин, потому что он не отражает в полной мере все многообразие тех сочетаний, которые могут в этих смешанных опухолях быть. На данный момент эти опухоли называются смешанными нейроэндокринными, не нейроэндокринными, а неоплазиями. Имеют ICDO-код дробь 3, соответственно, они все относятся к злокачественным новообразованиям. И посмотрите, какое большое многообразие может быть в сочетаниях этих компонентов, составляющих смешанные опухоли. Аденомы, аденокарциномы могут быть в сочетании с нейроэндокринными опухолями, нейроэндокринными карциномами. Также нейроэндокринные неоплазии могут быть в сочетании с плоскоклеточными раками, если мы говорим о пищеводе и о банальном канале. Смешанной опухоль считается, если она состоит из двух отличающихся по морфологии и по иммунофенотипу компонентов, и каждый из них занимает не менее 30% от опухоли. При формулировке патогистологического заключения каждый компонент должен быть сградирован в соответствии с актуальной классификацией. Если нейроэндокринный компонент в смешанной опухоли занимает менее 30%, оговорилась немножко, то если он занимает менее 30%, то опухоль уже не считается смешанной, а в гистологическом заключении отмечается наличие этого компонента. Итак, предлагаю вам еще иммуногистохимическое исследование рассмотреть. Вот такая панель используется. Вообще морфологическое исследование с иммуногистохимией является стандартом диагностики нейроэндокринных неоплазий, и мы в своей практике используем следующую панель. Используется либо панцитокератин, как эпителиальный маркер, или различные цитокератины, в зависимости от локализации опухоли мы их выбираем. Обязательно нейроэндокринные маркеры, синаптофизин, хромогранин А, если один из них негативен, то в панель включается дополнительно CD56, и также необходимо оценить индекс КИ-67. Для определения чувствительности опухоли к аналогам соматостатина выявление экспрессии рецепторов соматостатина типа 2 и 5. Антитела называются ССТ-Р2 и ССТ-Р5. Предлагаю вам окунуться в чарующий мир гистологии. На данном слайде представлен случай нейроэндокринной опухоли толстой кишки. Я думаю, прекрасно вообще видно ту область, которая занята опухолью. Это материал от послеэндоскопической мукозектомии с диссекцией в подслеживом слое. Рассмотрим поближе. Обратите внимание, какие красивые кружевные структуры формирует эта опухоль. Здесь есть и гнездные структуры, и торбикулярные, и лентоподобные. При иммуногистохимическом исследовании диффузная выраженная экспрессия нейроэндокринных маркеров сенаптофизина и хромогранина. При исследовании КИ-67 оценивается вот в этом поле индекс менее 3%. Соответственно, в данном случае мы имеем дело с нейроэндокринной опухолью G1. И нужно отдельный, конечно, такой нюанс осветить. Методическая активность и индекс КИ-67 обязательно оцениваются в горячей точке, что называется. То есть по наибольшему количеству нужно для этого оценить все поля зрения в большом микроскопе и найти именно ту горячую точку. Кроме того, помимо вышеперечисленных классификаций, есть также классификация нейроэндокринных неоплазий поджелудочной железы по функциональной активности. В различных источниках приведены различные данные, но вот в последней классификации ВОЗ нефункционирующие опухоли обнаруживаются в более чем 60% случаев. Тут отдельный тоже есть нюанс. Нефункционирующие опухоли, они тоже продуцируют пептидные гормоны, но просто не в тех количествах, которые вызывают соответствующую клиническую картину, какие-либо проявления. Функционирующие нейроэндокринные неоплазии подразделяются на различные уже подтипы по продукции специфических гормонов. Для этих опухолей есть отдельные иммуногистохимические маркеры, но вот так в рутине мы их не используем, потому что все-таки между экспрессией этих маркеров и уровнем функциональной активности нет никакой корреляции. И функциональную активность этих опухолей все-таки лучше оценивать по клиническим анализам мочи и крови. Я думаю, что тут я могу уже передавать слово Гульфею Митхатовне. Спасибо большое за очень интересный доклад.